Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, немного прошу уделить вашего времени, чтобы оценить ситуацию, фундаментальную, новостную, сложившуюся за последние торговые сутки, чтобы понять, появились ли какие-нибудь новые поводы, чтобы использовать их для оправдания наших инвестиционных идей, появились ли причины, из-за которых нужно отказываться от прежних инвестиционных идей. В общем, в соответствии с сценарием нашего каждого брифинга, это то, о чем мы продолжаем говорить. Хочу сразу сделать небольшое информационное объявление. Завтра брифинга не будет, в понедельник, безусловно. Я попробую закрыть этот пробел. Обязательно это сделаю. Наверстаем, оценим и новостной фон, получается, заключительной сессии этой недели. Ну и, разумеется, поговорим о событиях грядущей пятидневки. Почему-нибудь, потому что поприсутствовать мне придется на одной из конференций. Завтра, к сожалению, это самое утро. Поэтому, друзья, особо обиды на меня не оттаять. Уверен в том, что вы и так в курсе того, что сейчас происходит. Я попробую все-таки охватить еще и сегодня, завтрашнюю торговую сессию по отчетам и ожиданиям. Они в целом соответствуют тому тренду и тем убеждениям, которым мы с вами верны уже на протяжении многих месяцев. И им вроде бы как, чтобы низко, как раз опять же сейчас хочется сказать, что доллар восстанавливается. И за этим восстановлением кроется определенного, скажем, толка, фундаментальный фон. Довольно-таки внушительный, мощный. И этот фундамент будет сказываться, влиять на динамику доллара в дальнейшем. О долларе, как всегда, конечно же, поговорим. Но сначала давайте про рынок нефти. 57.33 – это котировки, по которым завершил бренд вчерашние торги. 57.34 – то есть практически то же самое. Мы сейчас наблюдаем на азиатской уже по мере приближения европейской торговой сессии. Хочется отметить то, что нефть корректируется с понедельника. Уже, получается, две торговые сессии подряд. Но не будем говорить, опять же, про сегодняшние торги, потому что неизвестно, где бренда закроет день. Каткосрочная, опять же, динамика, она трудно прогнозируемая. Я бы даже сказал, что каткосрочно определить наиболее вероятных активов вообще невозможно. Если вы, опять же, уделяете фундаменту немалую роль в принятии инвестиционных решений, на нем базируются ваши инвестиционные идеи, вы знаете то, что это способ и тип анализа, который дает определенные плоды как минимум на среднесрочной перспективе, а лучше вовсе руководствоваться долгосрочными, скажем такими, дистанциями и, разумеется, смотреть далеко вперед. По нефтянке. Мы вчера с вами определились, что помимо технических факторов, которые стали причиной локального отката от двух летних максимумов, что бренды, что WTI были еще и фундаментальные факторы, это ожидание проекта по статистике по запасам, присутствовали надежды на то, что раз НПЗ еще не в полной мере восстановили свою деятельность, это могло привести к росту запасов. Однако официальные данные показали немного другую статистику. Я был крайне удивлен. Минус 1,8 миллиона – это снижение запасов, учитывая то, что буквально за два дня до этого я видел статистику о все-таки еще сохраняющемся перебои в работе, и о цифрах мы говорили, собственно, вчера. Возможно, не стоит в СИЦЛ, опять же, полагаться только на один отсчет. Нам, как всегда, нужны тренды. Посмотрим с статистикой следующей недели. Ну, собственно, если запасы снижаются, по идее, мы должны получить повод и возможность для роста котировок нефти. Однако вчера цены на нефть продолжили оснижение, поскольку был еще и компенсирующий фундамент. Вслед за данными по запасам нефти были опубликованы данные по запасам бензина. Здесь прирост на 1,1 миллиона, и вышел еще отчет по экспорту нефти. По актуальным показателям экспорт нефти из США вырос на 500 тысяч баррелей до 1,49 миллиона. Это практически рекордный показатель. Почему происходит это сейчас? Вы посмотрите, на каком уровне и насколько велик сейчас спред, разница стоимостная между брендом и WTI. Больше 5 долларов сейчас их расхождение. Это вообще рекордное расхождение со времен снятия запрета на экспорты из США нефти. И, конечно же, если столь очевидная стоимостная разница будет сохранена и дальше, хотя для этого предпосылки есть все, мы помним, почему США раскупорили свои статистические запасы, активно их распродают и будут это делать. В планах свит еще очень много нефти, потому что, опять же, продажи нефтянки это один из источников покрытия дефицита, опять же, бюджета. Не буду сейчас углубляться в эту тему. Кому интересно, вы можете найти информацию в интернете, ну, либо, по крайней мере, отслеживайте то, что происходит с рынком нефти через брифинги, потому что мы очень много времени уделяем каждый день этому активу. При сохранении, опять же, этого стоимостного спреда, я уверен, что экспортные поставки будут расти в геометрической прогрессии и в итоге позволят штатам выйти на новые высоты исторических показателей по экспорту нефти. Что касается факторов, которые должны двигаться нефтью дальше, я все-таки еще не могу поставить крест на том фундаменте, который толкнул буквально в понедельник бренд в район даже выше 58 долларов за баррель. Мы уже поверили в то, что 60 – это рукой подать до этого рубежа, и он обязательно, по крайней мере, будет протестирован. Это, опять же, угроза со стороны Турции, закрытие нефтепровода курдистанской нефти под угрозой. То есть экспортные поставки с территории Ирака можно дальше додумать эту тему, как потенциальный дефицит приложения на глобальном рынке, ну, как угодно. Есть этот риск, еще он нивелирован. То, что его не обсуждают, это не значит, что он уже не актуален. Поэтому я все-таки для тех, кто сейчас ищет уровни для обхода в трейдинг по нефтянке, хочет провести такую каткосрочную спекуляцию, сделать акцент на то, что мы с большой долей вероятности на фоне такого новостного окружения сможем добраться до 60 долларов за баррель. Если, опять же, вы разделяете позицию того, что если торговать по фундаменту, то это только забеги на длинные дистанции, долгосрочные идеи, тогда, друзья, вам не нужно метаться, как это уже неоднократно было подчеркнуто мной, нефть будет дальше снижаться. Просто попытки Медвери вернуть актив сначала в район 55 потребуют больше времени. У нас до конца этой недели еще статистика от Беккер-Юз по количеству нефтяных терминалов. Здесь советую подключить логику к обсуждению, к готовке к этому релизу. Она очень простая, что высокие цены на нефть априори должны быть буквально такой лакмусовой бумажкой для роста активности, для очевидного подтверждения активности сланцевиков по нефтедобыче в США. И, возвращаясь к важности уровня 60, этот уровень важен тем, что, скорее всего, с этого сопротивления можно будет играть еще, скажем, начинать более, скажем, длинную сделку, но не по направлению, по все-таки временному периоду, сделку на долгосрочную коррекцию. Потому что 60 – это тот рубеж, который лично нами был вчера характеризован, как уровень, подрывающий моральный дух ОПЕК, и их уровень, когда 60 долларов цена настолько высока для текущей ситуации с стоимостью нефти, что только, скажем, недальновидный бизнесмен, специализирующийся на сланцевом убедении, не будет, скажем, активно инвестировать в этот бизнес и рассчитывать на рост показателей рентабельности. В данном случае у нас остаются прежние риски того, что штаты у нас спустя какое-то время, я надеюсь, что в ноябре мы с вами смиримся окончательно, так же, как и все трейдеры, хотя нам уже это не нужно, мы с вами давно понимаем, что стоит ждать от сделки ОПЕК, чего не стоит. Мы лишь убедимся в том, что участники рынка примкнут к нашей идее, о том, что в сделку ОПЕК верить особо не нужно, а нужно обращать внимание на прежние регионы, которые подрывали вообще эффективность этих усилий по снижению добычи, на те регионы, которые перенасыщали рынок, это Ливия, Нигерия и, собственно, Соединенные Штаты Америки. Ливия и Нигерия, как вы помните, в минувшую пятницу принимали участие в сделке, которые предварительные перед ноябрьской встречей, и единственное, что удалось, скажем, вытянуть из них, это готовность примкнуть к соглашению в определенном времени в будущем. Вот эта перспектива, на мой взгляд, это самый растянутый период, уверен, что до конца этого года мы не увидим их в составе, участников сделки по снижению добычи, так называемой сделки ОПЕК+, или как называемый глобальный всеобщий аналитический ОПАК. В общем, сориентирование понятно по нефти, по рублю, как и следовало ожидать, нефтянка дала небольшой слабости, рубль тут же быстро отреагировал. Поддержки для рубля уже нет никакой, налоговый период практически завершен, 58,22 сейчас курса. Наша с вами цель 60, хотелось бы, конечно же, увидеть рубль повыше, но все-таки, будучи реалистами, мы понимаем, что так быстро сейчас нефт не просядет, потому что впереди очень серьезный новостной фон в формате ожидания, это ноябрьская встреча, то есть еще 8 полноценных недель. Поэтому 60 это было бы сейчас для нас программа максимум, которую можно выполнить за короткий промежуток времени. Евро против доллара, друзья, снижается, уже котировки 1,17-1,28. Как только трейдеры заговорили о тех изменениях, которые произошли в монетарной политике США, как только они убедились в том, что рост доллара – это не перевернутая страница и не что-то прошлом, а напротив, самая настоящая реальность, которая уже начинает, так скажем, задавать тренд на будущее, это, собственно, то, что доллар будет чувствовать себя все лучше и лучше. Очень многие заговорили снова о скором тестировании поддержки 1,15 по паре евро-доллар и возможном уходе в район паритета. Но это, конечно же, крутовато сейчас, хотя все может быть. Я надеюсь, то, что ослабить евро нам поможет еще будущая риторика представителей Европейского Центрального Банка. Кстати, сегодня несколько выступлений представителей ЦФБ, но если уж вы не обратили внимание на то, что было сказано ранее Драги, наверное, на выступление и позицию, озвученную другими представителями Европейского Центрального Банка, и вовсе можно не обращаться, поскольку никто не будет противоречить Драги, и они лишь станут выполнять обязательства, возложенные, это готовит рынок постепенно к тем изменениям, которые произойдут. А какие изменения произойдут, вы, надеюсь, знаете, это, собственно, их отсутствие, потому что Европейский Центральный Банк не будет ничего подпринимать с действующей программой количественного смещения и с процентами ставками, поскольку крайне заинтересован на стяжении цели по инфляции. Завтра у нас индекс потребительских цен, очередная оценка и базовой инфляции, и общий показатель. Поговорим детально в понедельник уже об этой статистике, но уверяю вас, друзья, что индекс потребительских цен с большей вероятностью снова потеряет как минимум на целых 1,1%, потому что даже рост котировок нефти не мог так быстро повлиять на сказаться, собственно, на динамике показателей индекса потребительских цен и инфляции. Если отчет по инфляции укажет на более худшие показатели, чем, собственно, три недели назад, которые мы видели, получается, что Драги был абсолютно прав, обозначая целесообразность сохранения этих стимул, потому что без них экономика начнет тупнуть потихоньку и индекс потребительских цен не сможет достигнуть цели в 2%, особенно в свете того, что любой намерк на нормализацию денежных политики приведет к росту курса евро, возвращение уровня 1,2%, а это те самые цены, котировки, которые оказывают еще больше давления, прессинг на курс инфляции. Доллар японская иена двухмесячный максимум, а сегодня мне особо приятно консортировать то, что мы снова обхаживаем уровень 113 иен против доллара. Напомню, что основным катализатором для роста американской валюты выступили последние комментарии председателя американского регулятора Джанет Йеллен, которая сделала очень, крайне важное заявление. на мой взгляд это самый жесткий, ну разумеется жесткий слово в кавычках комментарий, который мы слышали вообще за последний год от представителей ФРС. Он заключается в том, что для американского регулятора это прямая ссылка на то, что было сказано Джанет Йеллен. Американский регулятор следит, как и всегда, за инфляцией. Низкие значения инфляции в этом году временные явления и было бы крайне недальновидно и неправильно для ФРС сейчас сохранять ставки крайне низкими только потому, что инфляция не достигла цели в 2%. Это не значит, что ФРС отказался от этого ориентира, но он признал тот факт, что изменения монетарной политики могут проходить параллельно с изменениями показателей инфляции. Ну в данном случае ужесточение политики, и разумеется, рост индекса потребительских цен. Здесь еще что важно отметить, то что американский регулятор подчеркнул тот факт, что решение о росте процентных ставок, сейчас решение о росте ставок федерального фондирования, финансирования необходимо, потому что если сейчас взять паузу, собственно, в траектории таких решений, это может привести к перегреву на рынке труда, перегрев рынка труда, создаст еще больше прессинг для инфляции и может выпечить те риски, которые станут причиной, скажем, и вернуть экономику Соединенных Штатов Америки в состоянии рецессии. Это когда-то я делал на этот акцент, по-моему, в начале этого года, потом перестал, поскольку представители ФРС сами не поддерживали собственно эти заявления, но сейчас наконец-таки снова дождался того факта, что есть риски этого самого перегрева и есть инструменты, которые позволят его избежать. Какие? Нужно повышать процентный ставок, нужно нормализовать денежно-кредитную политику. Мы с вами не рассчитываем на несколько повышений ставок до конца этого года, но одно еще ждем, которое должно быть, собственно, принято в декабре. И сразу после того, как Джанет Ерин озвучила планы, подтвердила рыночные ожидания и коснулась причин, по которым эти изменения должны произойти, мы тут же увидели отклик роста вероятности повышения ставки по контракту Федвотч 73 до 78%. И сразу же в качестве десерта, скажем, дня, вчера были еще заказаны товары литиного пользования, плюс 1,7% в месячном урожении, контраст очень серьезный с прошлым спадом на 6,8%. Этот контраст стал следствием роста спроса на гражданские суда, снова, как мы ожидали, это самый волатильный компонент, он то снижает индикатор, то способствует его росту. И после выхода сильной статистики вероятность повышения процента ставки достигла чуть ли не 85%. У нас сегодня заявки на пособие по безработице в 15-30, также индекс расходов на личное потребление в 16-30 спустя после этого годовые данные по ОВП и в соответствии с прогнозами нас ждут хорошие цифры, которые могут и имеют потенциал доказать еще большую поддержку доллару, поскольку каждый сильный отчет дальше будет улучшать вероятности роста процентных оставок. Замыкать сегодня день будет выступление Стэнли Фишера, который, как вы знаете, является вице-президентом, председателем ФРС и вскоре уйдет в отставку. Думаю, что комментарии Фишера в соответствии с уже сложившейся традицией будут точно такими же, как и самого председателя ФРС Джанет Йерин. То есть мы сегодня можем получить еще одно подтверждение того, что рынку нужно готовиться к росту процентных оставок. Дальнейшая динамика доллара, уверен, будет развиваться в восходящем ключе. 113 сейчас у нас иен за доллар. Если мы закроем эту неделю как можно ближе к планке 114, это будет уже знаменем для нового начала, нового периода, нового временного длительного интервала дорогой валюты. мы давно не видели. Доллар уже на очень высоких ценовых позиций. Судя по всему, времена меняются и скоро увидим. Фонд против доллара. Есть у меня новые, скажем, для вас подробности по поводу потенциальных изменений монетарной политики. Хотя подробности, может быть, даже это громко сказано, буквально несколько часов назад главный экономист Банка Англии Энди Халдинг, который когда-то одним из первых лоббировал идею необходимости изменения политики через отказ от экономических стимулов, Смула сделал довольно острое заявление о том, что в ходе следующего заседания он поддержит идею роста процентных ставок. Считает то, что английская экономика сейчас в достаточном состоянии в плане эффективности функционирования основных секторов в хорошем состоянии для того, чтобы все-таки выдержать серьезное изменение монетарного курса, точнее радикальное изменение вектора с мягкой экономической политики на жесткую. Сегодня у нас в течение дня, точнее совсем скоро, через час тридцать выступление председателя Банка Англии Карни, но напоминаю, что лично моя позиция заключается в том, что сейчас все высказывания, все комментарии, даже любая статистика, которая будет опубликована дальше, будет направлена на то, чтобы задрать курс британца как можно выше. Это можно ближе даже к отменке 1,4, потому что считаю, что только сейчас дорогая валюта может позволить сломать тренд катастрофического роста инфляции, который приводит к болезненным последствиям для экономики в виде снижения зарплаты и потребительской активности. Вряд ли Банк Англии пойдет дальше опять же слов, то есть от слов к делу, вряд ли он будет реально повышать процентные ставки. Нет, он продолжит об этом говорить, то, что эти изменения неизбежны, мы обязательно поднимем, но вряд ли он примет это решение до конца этого года. Поэтому, чтобы попробовать без реального ужесточения политики повлиять на ситуацию с инфляцией, это нужно тащить все возможные усилия, сейчас курс британской валюты значения. Доллар канадец за вчерашние торги плюс 150 пунктов, надеюсь, что кто-то из вас торговал канадцам, если да, то надеюсь, что торговали через его слабость, смогли заработать на этом 150 пунктов, это очень много, если пересчитать денежный эквивалент, я призывал все-таки не делать этого, потому что непонятно, чем будет руководствоваться канадец дальше, не в чем, долларом, либо все-таки риторикой канадского регулятора, которая меняется буквально каждое заседание и очень радикально, то есть мы с вами в этом году увидели два повышения процентной ставки, которые последовали скажем, следом друг за другом, это было, мне кажется, чрезмерное проявление жесткости политики, и на мой взгляд, банк канады перемудрилась оценкой тех результатов, и опять же улучшение той конъюнктуры, которая стала следствием прежних стимулов, когда ставки были крайне низкими. И, собственно, мы помним, что после последнего заседания, когда ставку подняли, руководство Банка Канады, и вот в частности сам Стивен Полос отметил то, что политика будет дальше ужесточаться, и до конца этого года как минимум еще одно решение будет принято. И вот смотрите, вчера выступлением Полоса, снова я, опять же, держу руку на пульсе и слушаю, что сказано будет. Полоса сделала акцент на то, что основным головником для канадской экономики остается крайняя закритованность домохозяйств. И крайнюю закритованность домохозяйства усугубляет ситуацию с высокими процентными ставками, то есть ставками, которые лично Полос поднял. Очень парадоксальное, опять же, заявление. Я в целом не вижу логики даже тех решений, которые были приняты, и то, что было им сказано. То есть Полос признал тот факт, что те решения, которые ранее были озвучены по росту процентных ставок, ухудшают ситуацию и тогда присутствующие проблемы с высокими показателями задолженности домохозяйств. В связи с этим следующий этап повышения процентных ставок будет последовательным и постепенным и, возможно, в этом году уже Банк Канады не отважится на еще одно решение по ужесточению политики. Это тут же привело, разумеется, к резкому ослаблению канадцев, потому что очень многие верили в том, что риторика будет другой. И в итоге пара USD у нас оказалась на отметке 1.25, где, собственно, находится и сейчас. Друзья, даже при такой позиции тоже очевидны, недвузначны. Сейчас может показаться крайне простым вывод. Если уж сказано, что ставки повышать не будут, так лучше поставить на дальнейшее ослабление канадского доллара, потому что теперь в игру вступит сильный доллар и потенциальная слабость нефти. Я все равно призываю вас не торопиться, даже с учетом такого, казалось бы, прогнозируемого сценария, предсказуемого сценария. Потому что, скажем, 7 пятниц на неделе у того же самого полоза, и, возможно, спустя 2-3 недели, по-моему, следующее выступление, через 3 недели как раз, его риторика может очень быстро измениться. И снова он начнет говорить о том, что прежние экономические стимулы привели к такому улучшению ситуации внутри экономики, при котором Банк Канады может позволить себе еще один шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Не хочу, чтобы вы попали в ловушку вот этой не совсем адекватной позиции канадского регулятора, поэтому снова рекомендую вас торговать чем угодно, но только не этой валютной пары. Либо пытать удачу, но пытать удачу не через покупки, а скорее через даже снижение пары USD-CAP. Еще хотел сказать про новозеландца. Ставку озвучили Вчера буквально переходит со среди на четверг 11.75 все без изменений. Это было первое заседание Спенсера вновь избранного, нового избранного. Он еще не был, конечно, желателем резервного банка Новой Зеландии. И, как и следовало ожидать, собственно, риторика совпала с тем, что мы слышали от председателя резервного банка Австралии. Это еще один регулятор валют страны Океани. И риторика следующая. Высокий обменный курс осложняет и затрудняет достижение целевых показателей по инфляции и по экономическому росту. И в случае с более низким курсом он бы помог экономике более быстрыми темпами выйти на вот эти целевые значения. Про дальнейший вектор монетарной политики ничего сказано не было, но судя по заявлениям более низкого курса и важности для экономики мы сами можем додумать, что ужесточение политики здесь и не падает. Точно такая же риторика, как и со стороны резервного банка Австралии, тогда мы получили импульс для ослабления, по новозеландцу то же самое. Сейчас котировки 0,7189, я думаю, то, что мы будем постепенно снижаться в район нашей с вами соединительной цели 0,7189, до нее доберемся, в идеале бы даже коснуться уже до конца собственно этой недели. Друзья, на этом собственно все, остается пожелать вам только хорошего закрытия текущей недели, еще раз отмечу, что на завтра беру однодневную паузу по брифингам, но помимо этого, я думаю, что аналитики и аналитического контента, будучи клиентом наших компаний вам хватает, потому что очень большой штат аналитический и очень большой спектр финансовых инструментов мы стараемся охватывать, в общем, без информации вы не останетесь. Ну, а новостные события в фундаменте я, как и уже отметил, закрою пробел, а в понедельник уже в 9.30 мы снова с вами увидимся в прямом эфире, помимо этого, еще и в понедельник у нас вебинар в 16.30 в правильный понедельник, где мы разбираем все события недели, готовимся к фундаменту грядущим. Сегодня очень интересный день, начинается он с выступления Карни, уже через час 20, в 15.30 заявки, индекс расходов наличных потреблений в 16.30, статистика по экономическому росту, по годовой данной от американской статистики, ждем хороших отчетов в поддержке для доллара, потому что каждый отчет это еще один процент вероятности уже точения политики. В 17.15 выступление Стэнли Фишера, председателя АФРС, и завтра еще, скажем, на закрытии недели, чтобы не расслаблялись, будет, по-моему, тоже в 15.30 статистика по личным доходам и расходам, тоже американского происхождения по прогнозам, еще один блок данных, который могут поддержать доллар. На этом все, большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok